Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы можем говорить о чем-то не очень понятном, потому что мы говорим о богодухновенности Библии, имея в виду, что Библия – это та книга, которая была написана по Божьему вдохновению. Это очень важный момент, так как связан с понятием богодухновенности. Этот момент и вопрос одновременно о буквальной непогрешимости Писания. И здесь проявляется очень важный момент, который связан с понятиями богодухновенности. Это момент и вопрос одновременно о буквальной непогрешимости Писания. Если Библия – это слово Божие, то она не содержит ошибок. Но значит ли это, что каждое ее утверждение необходимо понимать строго-буквально? Вовсе нет. И мы говорили об этом в прошлый раз. Как пример. Смотрите. Если в книге «Исход», 7 глава, с 17 по 25 стихи описано, как вода в Ниле превратилась в кровь, то вряд ли анализ этой жидкости обнаружил бы в ней лейкоциты, эритроциты и все, что связано с содержанием крови. Видимо, автор имел в виду, что вода приобрела неестественный красный цвет и сделалась непригодной для питья. Но такое понимание ничуть не подрывает авторитет Библии, но отдает должное человеческому языку, на котором написана книга. В конце концов, когда в советское время цвет красного флага нам объясняли кровью, пролитой борцами за коммунизм, никто, разумеется, не предполагал, что каждое конкретное полотнище вымачивают специально заготовленной для этого крови. Ну а в качестве другого примера можно привести притчи Христа из Евангелия. Он говорит о простых и повседневных вещах, о рыбной ловле, земледелии, домашнем быте. Но всем понятно, что на самом деле он не сообщает информацию о каких-то конкретных сеятелях, виноградарях или рыбаках. Но с помощью этих историй доносит до своей аудитории некие важные духовные истины. Выяснять, где именно и когда именно сеял сеятель, ну, будет, по меньшей мере, просто нелепо. Конкретно такой случай, возможно, не происходил нигде и никогда. Но нечто подобное происходит постоянно и повсеместно. Вот это относительно простые случаи. Но вот о книге Ионы, пророка Ионы, спорят многие подробно. Это исторический рассказ и событие, происшедшее буквально так. Так описано в книге, или же это политический вымысел, раскрывающий некие важные истины на примере придуманной истории. Свои доводы есть у каждой стороны, но приверженцы буквального прочтения книги обычно делают упор на богодухновенность этого текста. Если это писание, то сказанное в нем следует понимать как можно ближе буквальности. У сторонников буквального понимания этой книги есть очень сильный аргумент. Христос говорил, что Иона провел три дня в очреве Китове и ссылался на это как на факт. Возьмите Евангелие от Матфея, 12 глава, 40 стих. Но при этом можно вспомнить и другой пример с той же самой главы. Из 12 главы только уже 3 и 4 стихи. Он ссылается на историю, рассказанную в 21 главе книги Царя. «Давид, спасаясь от Саула, пришел к первосвященнику Афибелеху и рассказал ему, что царь якобы отправил его выполнять срочное задание. Под этим предлогом Давид попросил у священника пищи, и тот согласился дать ему священные хлебы предложения. Судя по рассказам царств, Давид был один. Перед этим он тайно встречался с Иоаннафаном. После этого он притворялся сумасшедшим при дворе гевского царя Анхуса, и даже сам первосвященник спросил его, почему он один. То есть, на самом деле, никаких бывших с ним не существовало. Им просто неоткуда было взяться. А Христос ссылается здесь не на реальную историю, а на гипотетическую ситуацию. Первосвященник, полагая, что с Давидом должен следовать целый отряд, дал разрешение воинам этого отряда есть священные хлебы при условии, что они ритуально чисты. Христос ссылается на это разрешение как на прецедент, потому что ему важна в данном случае не фактическая точность рассказа Давида, ее как раз и не было, а сама позиция Ахимелеха оказывается. В определенных ситуациях можно даже нарушать законы о ритуальной чистоте и святости. Фундаменталисты видят в любом указании на подобные неточности текста подрыв авторитета священного писания. Но при этом они допускают возможную порчу текста в ходе его переписывания. Так можно объяснить часть расхождения между библейскими книгами. Но изначальный текст, по их мнению, был полностью свободен от ошибок, в том числе и в плане естественно-научных и исторических фактов. Следовательно, для наиболее последовательных фундаменталистов любые научные данные, противоречащие библейскому тексту, должны быть отвергнуты. И скажите, надо ли напоминать, что в свое время именно такие аргументы приводились против теории вращения Земли вокруг Солнца? Ведь в Библии во многих местах ясно утверждается, что это Солнце вращается вокруг Земли. Разумеется, такие аргументы нелепы. Люди того времени просто не знали того, что знаем мы, и описывали мир таким, каким они его видели. Кстати, мы до сих пор говорим, Солнце встало. Хотя прекрасно знаем, что на самом деле это повернулась Земля. Но человек, который скажет утром, я пришел к тебе с приветом, рассказать, что в данное время в результате вращения Земли солнечные лучи стали падать под острым углом на нашу местность, это произойдет очень странное впечатление. Куда проще сказать, Солнце встало. Итак, Библия удивительным образом сочетает в себе Слово Божие и некое человеческое начало. И одно непредставимо вне без другого. Можно сказать иначе. Богодухновенность это удивительное проникновение Духа Божьего вплоть человеческой истории культуры. И это взаимодействие не прекратилось, когда последняя точка была поставлена в последней библейской книге. Дух, Святой Дух продолжает жить в Церкви, открываясь нам в том числе и при чтении Писания. И таким образом мы сами включаемся в ту цепочку лиц, страниц и веков, в начале которых было Слово. 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 Слово.